Всем привет, с вами Солнце и вы смотрите мою новую рубрику под названием Болтушки. Рубрику, в которой я наконец-то позволю себе посидеть, потому что все блогеры сидят в своих видео, а я почему-то стою, наконец-то я смогу развалиться на стуле и много-много болтать. В общем, рубрика о том, как я люблю что-то делать, это сидеть и болтать. И в этом выпуске мы с вами поговорим о том, как пережить эту противную осень. Я заранее знала, что эта осень будет противная, в принципе, так же, как и предыдущие 150 тысяч миллионов 27 осеней. Осней. Осеньей. И я вообще не уверена, что есть такое слово, но основную мысль вы поняли. Эта осень будет противной. Поэтому в первые недели сентября я попросила вас написать свои рецепты выживания в такую погоду. И сейчас хочу с вами их обсудить. Так как я с огромным трудом переживаю эту серость и едва ли не впадаю в депрессию, все ваши советы я начала примерять на себя. Так вот, что же из этого вышло. Большинство из вас советовали пить горячий чай, укутаться в плед, есть много шоколада, а для лучшего эффекта провернуть всю эту схему с друзьями. Не знаю, как у вас, но у меня нет друзей, которые готовы на 3 месяца... Ой, простите, на 9 месяцев осени впадать в спячку. Более того, если я буду на протяжении всего этого времени есть много-много шоколада, то в следующем выпуске рубрики болтушки я боюсь, что я не помещусь на ваши мониторы. Но больше всего меня впечатлил совет Сони, которая сказала, что осенью надо надевать дома летние вещи. Не знаю, как у вас, но у меня дома ужасная холодина до тех пор, пока эти изверги из ЖКХ не включат отопление. И самый ужасный страх на протяжении всей осени, это когда ты с утра из пижамы переодеваешься в обычную одежду и ледяными руками дотронутся до тела. Это отвратительно. Боже, аж мурашки по телу, кошмар. И, в общем-то, то неловкое чувство, когда ты снимаешь видео дома, но у тебя настолько холодно, что ты снимаешь видео в свитере. И совсем недавно моя бабушка сделала мне, пожалуй, самый лучший подарок. Она подарила мне носки, и тем самым вместе с ними она подарила мне надежду на то, что я смогу перезимовать. И не знаю, как для вас, но для меня теплые носочки это действительно один из самых лучших подарков. У меня есть носки для зимы, носки для осени, носки для весны, носки для того, чтобы спать в эти времена года, носки для того, чтобы ходить в эти времена года. Да, у меня даже есть носки для лета и носки для того, чтобы летом спать. И все они шерстяные. Юля посоветовала мне как можно больше проводить времени на улице Боже мой, такое чувство, как будто бы я узнавала, как пережить лето Ребят, если у вас в городах осенью так же тепло и красиво, как показывают в американских киношках То, пожалуйста, напишите мне в комментариях, где вы живете И на эти три месяца осени я буду приезжать к вам в гости Катя посоветовала мне делать бомбочки для ванн, пользоваться вкусными гелями для ванны И вообще очень много времени проводить в теплой ванне И мне очень понравился этот совет, но есть одно но Эти советы не подходят для человека, у которого дома душевая кабина Также Катя мне посоветовала собирать красивые листочки И все бы ничего, но у меня во дворе есть дворники И если я каждый раз буду собирать листочки, а с учетом того, что я с большим трудом переношу осень И я буду собирать в таком количестве, чтобы как-то компенсировать плохое настроение Я домой буду приносить вот столько вот листочков осенних И мне кажется, что моя мама будет не в восторге от этого Моя лучшая подруга Адванчик посоветовала мне заводить кошек и пить чай с вареньем Дорогая моя, а что ж не носочки и шарфики внукам вязать? Некоторые из вас советовали завести новую любовь Да, ребят, ну и хитрющие же вы Все-таки большинство из вас советовали влюбиться для того, чтобы эта самая любовь выполняла функции обгревателя Хитро, конечно, но найти парня это не то же самое, что купить хомячка Ну и почти каждый из вас посоветовал заниматься любимым делом Чем я сейчас и занимаюсь Но, честно говоря, ваши советы мне не помогли Все описывали осень как нечто нереально классное, красивое, теплое И прям, ну вообще, где? Где, скажите мне, пожалуйста, такая осень? В Москве осень это каждый день одно и то же И как бы ты не разнообразил свой день, ты просыпаешься на улице серость Ты засыпаешь на улице серость Что бы ты ни делал, на улице серость, дожди и вся Москва находится буквально под куполом У меня очень активная жизнь, но каждый день идеально подходит для самоубийства Но что же я вам посоветую, чтобы вы все-таки не совершили самоубийство в эти омерзительные 9 месяцев Пожалуй, я с вами соглашусь Нужно заниматься любимым делом Хотя, не, не просто любимым делом Нужно заниматься делами Распланируйте каждый свой день для того, чтобы вам было куда и зачем просыпаться с утра Потому что если вы целыми днями будете лежать на диване Как на самом деле очень сильно хочется Мне кажется, можно сойти с ума Через 2 недели В общем, если вы смотрите это видео в октябре и не сошли с ума в сентябре То вам крупно повезло Наверняка вы просто занимались делами А не лежали дома на диване И вырастали в диваны И смотрели на эту отвратительную серость И то, что меня сейчас бесит, что я снимаю это видео А из окна такое чувство, как будто светит солнышко Круто, все супер Нет Там серость Там умерзительная серость Я представления не имею, почему на камере там светит солнышко И это даже, кстати, намного приятнее Смотреть на картинку видео Нежели смотреть то, что у меня за окном Я специально стала снимать это видео в октябре Потому что в сентябре было бабье лето В сентябре было круто Я очень люблю бабье лето А сейчас вот началось то, что вы видите Точнее то, что вижу я И, к сожалению, не видите вы В общем, это осенью Я советую вам заниматься делами Этой осенью и каждой следующей осенью Занимайтесь делами Творите Развивайтесь Читайте много классных книг Главное позитивных Смотрите хорошие фильмы Проводите время с друзьями Только не на улице Нет, не на улице Сидите в кафе Пейте чай, кофе Не ешьте много тортиков на ночь Потому что к лету вы будете толстенькие А для того, чтобы в некоторых местах похудеть Надо в некоторых местах не жрать Как вы помните И, как я всегда вам советую Как можно чаще улыбайтесь Ну и на этом рубрика болтушки подходит к концу Если вы хотите что-то со мной обсудить То заходите в мою официальную группу ВКонтакте Там есть специальная тема в обсуждениях Пишите туда темы, на которые вы хотели бы поболтать И выпусков таких будет очень-очень много И мы с вами будем очень-очень много болтать Ну и на этом все С вами была Солнце Улыбайтесь чаще Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok